как за белорусскими пользователями следят в интернете за белорусскими пользователями следят в интернете в общем примерно так же как и за всеми остальными то есть тут есть когда нам говорят что за нами следят нам всегда достаточно неприятно и страшно с другой стороны тут есть два аспекта то есть первое это в общем за нами следят те кому мы добровольно передаем информацию и это наверное большинство случаев то есть за нами следят провайдер услуг за нами следят разработчики приложений за нами следят оператор мобильные операторы за нами следят владельцы серверов и так далее ну по крайней мере имеют такую техническую возможность второй аспект это ну более такая пугающая история за нами следит государство причем тут нужно разделять когда государство следит за нами для того чтобы обеспечивать на нашу безопасность когда государство следит за нами для того чтобы контролировать то что мы делаем чтобы например ограничить нашу политическую активность или нашу возможность распространять свободную информацию и вот здесь конечно в беларуси серьезный перекос в сторону вот этой вот безопасности, слежки, контроля. Потому что, да, спецслужбы во всех странах имеют, ну, как-то расширенный инструментарий доступа к информации пользователей. Но вопрос, как они используются, и кто за этим следит. То есть где-то есть развитые правовые институты, в том числе судебные институты, в которые можно пожаловаться, которые могут защитить человека от вот этой излишней слежки, незаконной слежки. В Беларуси, к сожалению, у нас таких инструментов нет. И чаще всего мы действительно опасаемся того, что информация, которая собрана у нас, будет использована против нас. И мы, опять же, не можем точно знать о масштабах такой слежки. А как практически осуществляется слежка белорусским государством в интернете? Это такой, скажем, большой вопрос, да, который затрагивает многие аспекты, в том числе технически. Ну, давайте от самого простого. То есть, как мы уже говорили, да, есть мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг. Через них проходит весь трафик. То есть этот трафик в любом случае, ну, как тот, кто владеет оборудованием, тот может получить доступ к этому трафику. К счастью, большинство этого, большая часть этого трафика сейчас шифрованная. И так просто понять, что там внутри, невозможно. Но, тем не менее, каждый оператор, каждый провайдер-услуг должен установить у себя оборудование, которое сертифицировано государством и которое позволяет спецслужбам и правоохранительным органам в прямом режиме, да, получать доступ к всему этому трафику, ко всем данным, которые передаются пользователям. То есть, с одной стороны, если этот трафик не шифрован, это значит, что вот все, то, что мы делаем в интернете, оно находится вот практически на ладони. Но если шифрованный трафик, то тогда, как минимум, государство знает о том, какие ресурсы мы посещаем, в какое время мы пользуемся интернетом, то есть, как долго мы это делаем, какими почтовыми и прочими сервисами мы пользуемся. Что, в общем, само по себе уже достаточно много информации. То есть, представьте, можно там проанализировать всю аудиторию, ну, скажем так, нашей Нивы или там Хартии или Советской Белоруссии или еще каких-то других изданий и понять, например, составить какой-то профиль пользователя. Я не слышал, чтобы такое происходило на практике, но, опять же, у нас достаточно закрытая система, которая в том числе плохо контролируется судебными органами. И это значит, что такая система может быть, теоретически может появиться. И у нас мало инструментов от этого как-то защититься. Кроме как простыми методами вот такой личной цифровой безопасности. То есть, пользоваться мессенджерами, которые шифруют информацию, пользоваться такими средствами, как прокси, VPN и так далее. То есть, это вот все аббревиатуры, которые можно погуглить и узнать, как этим всем пользоваться. Есть много методических рекомендаций, то есть, что нужно установить для того, чтобы максимально снизить риск этой слежки. Вот. Я бы на этом, наверное, сейчас не останавливался. Вот. Использовать подобные инструменты. Сегодня пользователи белорусских интернет-ресурсов, сетевых изданий нужно идентифицировать. Какой это, на ваш взгляд, имеет эффект? И как это новое требование вообще влияет на ситуацию в белорусском интернете? Ну, мы уже год живем с этой нормой. С прошлого... С позапрошлого декабря эта норма, в общем, вступила в силу. Это значит, что сейчас мы уже можем оценить какие-то эффекты. Если честно, то некоторые издания отказались, в принципе, от наличия комментариев на сайте. Некоторые издания предусмотрели такую возможность, да, ну и, собственно, собирают эту информацию. Некоторые собирали это и до, собственно, и до изменений в законодательство. На практике и до этих изменений можно было идентифицировать комментаторов. Просто это было сделать сложнее, и это нужно было делать в рамках определенной процедуры, например, уголовного преследования. То есть сейчас, скажем, появилось больше оснований для того, чтобы получить эту информацию. Ну, и это скорее послужило как, ну что ли, сдерживающий эффект. То есть люди больше знают. Собственно, за ними и раньше могли следить таким образом, и их анонимность тоже была достаточно иллюзорна. Но сейчас, как минимум, люди об этом знают и могут предпринять какие-то действия. То есть, чтобы зарегистрироваться на форуме, либо для комментирования где-то, не обязательно использовать свой номер, например. То есть мы не знаем про масштабы того, как это все применяется, и действительно ли это позволяет лучше контролировать, что пишут в интернете. Но, опять же, обсуждения уходят в Телеграм. Обсуждения уходят на какие-то другие сервисы, которые вне белорусской юрисдикции. Скорее, мы говорим о том, что белорусские медиа потеряли немного в деньгах, в аудитории. Отчасти они уже не могут обеспечить обсуждение на своих площадках. И контроль за информацией на самом деле стал меньше, если уж так говорить на чистоту. То есть обсуждения просто ушли в соцсети. И да, если говорить про нарушение прав, то это чрезмерный сбор информации. И это противоречит праву человека на приватность. Ну и, собственно, это мешает свободе выражения мнения, потому что, как мы понимаем, некоторые вещи можно написать открыто, только если человек будет уверен, что он останется анонимным. И, с одной стороны, конечно, это могут быть какие-то противоправные действия. Например, можно анонимно сообщить о заминированном здании, которое на самом деле не является заминированным. А можно анонимно сообщить о коррупции в государственных органах. И тут нужно понимать, что, в общем, баланс интересов все-таки находится там, там, где больше свободы слова и там, где мы должны все-таки позволить анонимные высказывания в интернете. Ну вот, из всего, о чем мы говорили, может сложиться какое-то впечатление, что все мрачно и хорошо уже никогда не будет. Но это один из вариантов развития событий. С другой стороны, мы все же видим, что у нас появляется все больше инструментов контроля собственной информации, по крайней мере, там, европейская модель регулирования персональных данных именно такая. Мы видим, что все больше сервисов в интернете появляется, которые позволяют нам контролировать расходы государства, которые позволяют нам обмениваться информацией, проводить журналистские расследования и так далее. То есть нельзя говорить о том, что все движется совсем в негативную сторону. Плюс появилось вот это осознание того, что нужно что-то делать с этими новыми вызовами. И в том числе вот все эти истории, которые связаны с управлением интернетом, с многосторонним участием в этих процессах, с сотрудничеством бизнеса, государства и гражданского общества. Вот все эти процессы, они дают хоть какие-то основания полагать, что мы не безнадежны. И что-то, ну-ка, ситуацию можно изменить к лучшему. Да, мы видим, что есть модель, назовем это так, модель Пекина и модель Таллина. Там, где в одном случае строится цифровая диктатура и новый тип цифрового авторитаризма. В другом случае государство, используя цифровые технологии, дает больше инструментов гражданам, становится более открытым и одновременно защищает права и защищает приватность граждан в интернете. И вот это вот, ну как-то между этими двумя моделями Беларуси в итоге придется выбрать какое-то место. И мы надеемся, ну и мы работаем над тем, чтобы это место было как-то все же ближе к Таллину, чем к Пекину. Продолжение следует...